Вы все наверное слышали интересную историю про Слендермена, пугающего персонажа, который ходит по лесу и забирает детей. Безликий и страшный герой, который должен быть выдумкой, есть даже в мультфильмах Дисней. Или всё же нету, и всё что о нём говорят полная ерунда. Добрый день, с вами я Санчес, и сегодня я покажу вам все мультфильмы, в которых был замечен Слендермен. Поехали! Для начала хочу вам сказать, чтобы вы не забывали ставить лайки и писать комментарии, и также подписывайтесь на друзей, у них тоже очень круто. Идею для видео мне подкинула Виктория Спейс, у неё на канале уже давно есть разбор этого Слендермена, настоящего страха детей. Но не буду вас отвлекать, давайте начнём. Ну, думаю мне не придётся вам объяснять, что это за персонаж, и почему вы все так боятся. Чаще всего его боятся дети, ведь непонятное существо никогда не появляется на глаза, и его находят лишь на фотоснимках, сделанных уже после прогулок по лесу. Да, лес и дикая местность, и его среда обитания, и безликий, можно сказать, любит быть на природе. Но никто не может понять, что именно он хочет. Иногда его видят на снимках с детьми, конечно же, на природе или в лесу, а иногда он стоит в лесу один. Зачем? Непонятно. Но вы должны понимать, что Слендермен это всё же выдуманный персонаж, поэтому чаще всего представленного лишь монтаж. Сейчас в интернете стало очень много моментов, мол, Слендермен появляется в мультфильмах Диснея, а точнее, в Холодное сердце и Рапунцель. Эти два мультфильма, кстати, постоянно сравнивают между собой. Раз наш Слендермен чаще появляется без идеи, то мир и мультипликации он посещать тоже может. Или всё-таки это злая шутка студии? Давайте в этом разберёмся. Впервые пошли слухи, что был замечен Слендермен в Холодное сердце. Вспомните момент, когда Эльза стояла на балконе и снизу были собраны граждане разных классов, в том числе и другие дамы со своими ухажёрами. Вот тут и нужно было бы сосредоточиться, ведь слева мы видим, как девушка идёт возле мужчины без лица, в классическом чёрном костюме. Возможно, она просто не обращает на него внимания. Как вы знаете, Эльза не обычная принцесса, она умеет замораживать предметы. Возможно, это и привлекло этого Слендермена к ней, кто знает. Но на этом всё не заканчивается. Также Слендермен был запечатлён на горе, в недостигаемости наших героев. Как раз тогда, когда Анна шла на поиски Эльзы. Получается, что Слендермен преследует Эльзу? Тем более, что природа – это его условия обитания. Кто знает, что было бы, если будет Слендермен опасен для людей настолько. Рапунцель – ещё один популярный мультфильм Disney, который рассказывает историю о принцессе, которая была заточена в замок. Но, думаю, продолжение истории вы так и знаете. Её замок стоит также в лесу, где нету поблизости людей или города, где всё заросло кустами и деревьями, и стоит тишина. После освобождения нашей длинноволосой Рапунцель мы видим настоящую радость в её глазах. И мало кто в этом моменте был внимателен, ведь за радостной Рапунцель с леса наблюдает Слендермен. Он смотрит на её улыбку и задумывает нечто нехорошее. Были созданы много обсуждений и теорий по поводу этих моментов, ведь неужели действительно Слендермен есть Disney? Тогда в каких он ещё мультфильмах появляется? И кто из студии устраивает такие шутки? Так, давайте теперь сменим направление и заново пересмотрим эти прекрасные мультфильмы. И что мы увидим? Правильно, что никакого Слендермена и не существует, да и никогда не существовало. Disney не дураки и знают, насколько может быть опасна эта шутка, и поэтому никогда бы не допустили такую шутку в свой мультфильм. Холодное сердце многие месяцы крутили в кинотеатрах. Это один из самых крутых по прорисовке деталей мультфильм. Неужели вы думаете, что кто-то из студии бы не заметил такой шутки и не удалил бы её? Важно понимать, что Слендермен это выдуманный персонаж, который был создан просто одним парнем на форуме, где он и одержал фурор в конкурсе, придумав такого тонкого героя без лица и мимики. Тонкий человек тогда получил похвалу и действительно вошёл в моду. Но в большинстве всё же отрывков из мультфильмов, где он есть, это просто монтаж. На самом деле, ни в холодное сердце никто не приходит послушать Эльзу. На горе тоже никто не стоит, и в Рапунцель никто также не наблюдает за ней. Это просто монтаж и шутка таких же авторов каналов, которые опять собрали много вопросов и обсуждений вокруг этого героя. Такие же видео есть не только по Диснею, и у Спанчбоба якобы есть серия с Лендерменом, и Гравити Фолс тоже, он появляется сразу же в сцене, где герой стоит в лесу. В общем, когда кто-то становится возле леса, это становится лакомым куском для фанатов Слендермена, у которых есть фантазия. Так что не думайте, у Диснея в этом плане всё хорошо, и таких страшных шуток не наблюдается. Я надеюсь, мне удалось вас немного заставить понервничать в начале, ведь действительно монтажи выглядят вполне убедительно, особенно в лесу. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии, и конечно же подписывайтесь на друзей, я думаю, им будет приятно. Ну вот и всё, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, и пока!